Помните, в одном из прошлых выпусков рассказывал вам о предложении российского правительства Вести акцизы на газированную воду имеются в виду сладкие напитки Лимонад, тархун, дюшес и так далее Мол, вредный это продукт, потому что Так вот, в Госдуме пошли еще дальше И рекомендовали запретить продавать детям любые сладости Вообще, все, что содержит сахар Честно скажу, не знаю, как на это отреагируют в Белом доме Но своей реакцией могу поделиться прямо сейчас А я бы вывеску посоветовал сменить уже на здании на охотном ряду Написать там просто «Дом печали» Потому что, вот как по мне, там работают люди с серьезными отклонениями В плане психического здоровья я не шучу Сейчас обратите внимание, ведь любое предложение российских парламентариев Всегда заканчивается одним и тем же Запретить, наказать, оштрафовать Они другого и предложить-то не могут Вместо того, чтобы, например, поработать с теми же производителями Утвердить для них какие-то ГОСТы В которых прописать Сахар заменить там на что-то Химию не используем Нет, зачем? Запретить к ядре не фини Все они долга Слушайте, господа депутаты А у меня к вам лучшее предложение Имеется, чё париться? Пригнать к этим фабрикам, где делают конфеты Печенье, газировку ту же Энное количество бульдозеров Можно танки И сравнять все с землей Проблема решится в 3 секунды А картинку какую классную Пропагандисты снимут И месяц катать по всем каналам можно будет Тем более Опыт она мне занимать Сколько продуктов подавили тракторами за последние годы Куча долбоносиков по всей стране радовалась По этому поводу Вот и сделайте Еще одно шоу Коль скоро у вас Ни на что другое Мозгов не хватает И мы еще удивляемся Че на нас весь мир Как на дикарей смотрит Это спецпроект реальной журналистики Программа Вести без Дмитрия Киселева ТОП 7 Самых абсурдных событий Случившихся за отчетный период На территории Одной шестой части суши Сегодня ноябрь 2018 Поехали Вообще разрушить что-то где-то Это отличительная черта наших слуг народа Изгадить, испортить Уничтожить или запретить Вот о чем выше говорили У нас во власти окопались люди Которые сами ничего не делают И другим не дают Вернее не так Если бы хотя бы просто не давали Им, подозреваю, плохо становится Когда человек начинает реально что-то создавать Например, производство наладил Бизнес успешный построил То есть сделал что-то, что работает Что происходит затем А затем появляется вот это С корочками какого-нибудь сотрудника Из какой-нибудь госструктуры И начинает делать все Чтобы работающий механизм Перестал быть работающим Пример, пожалуйста Хабаровский край Два года назад Бизнесмен Антон Конорев Купил в одном из районов региона Никому не нужный Заболоченный участок земли Осушил его Создал на этом месте Уникальную экоферму Где выращивает культуры Которые в принципе не могут расти В тех широтах К нему иностранцы приезжают Чтобы посмотреть Как человек этого добился Линза воды Которая образуется В самом низу кратерного сада Она ночью отдает тепло Днем она отражает Дополнительно солнечный свет На оборотную сторону листа Сумма факторов Отдает увеличение Ну где-то на 5-7 градусов Температуры В среднем Вот где-нибудь в Европе Мужика бы в пример ставить Начали по ящику показывать Мол вот он Новатор и застрельщик Как думаете Что случилось В российской действительности Правильно Приехали чиновники Из Россельхознадзора И оштрафовали предпринимателя На 150 тысяч А еще сказали Ты это дело Давай сворачивай Оказалось Что земля Которую он купил Пашня А с пашней Так нельзя Это особо охраняемый Вид земли Которой не по назначению Использовать запрещено Есть правда В этом одно Но нигде не написано Что данная земля Пашенной Является в том числе В договоре Купли-продажи Участка А в Россельхознадзоре К слову Это подтверждают Поэтому Седьмое место Нашего топа Действительно В государственном кадастре Недвижимости Нет сведений Об этом Данные сведения Могут быть получены Из государственного фонда данных Держателем которых Является сам Росреестр Может дать Органы местного самоуправления И иные Уполномоченные органы Вообще Подобные действия Государственных мужей Лет 30-40 назад Можно было бы Расценить Как вредительство Мало того Что скрыли важную информацию При продаже той земли Так они ведь еще Выждали Затем два года Дождались Когда человек все наладил Вложив деньги В экономику региона Начал платить налоги Создавать рабочие места И вот тогда приехали И сообщили Баста Карапузики Кончились о танце Как это называется В Союзе Повторюсь Это назвали бы Вредительством А сегодня Видимо Патриотизмом Вот здесь Должны быть Фанфары Ну или хотя бы Аплодисменты Вот А знаете По какому поводу Росавтодор Ребята Официально Разрешил Делать дороги И укладывать Асфальт Зимой И во время Дождя Обставили Эту бредовую Идею Как всегда Красиво В смысле Ура Патриотам Должно понравиться У нас же Посетовали В Автодоре Огромное количество Регионов В которых Лето длится Очень недолго А дороги-то В таких территориях Как-то надо Ремонтировать Иначе будут По ухабам Люди ездить Жаловаться Поэтому пусть До минус 10 Не страшно Дождевые осадки Не более 5 мм Нормуль Главное Какую-то там Технологию соблюсти Мы ее потом придумаем В общем Одобрям Сдали чинуши На новую схему Похорон Денег налогоплательщиков Больше можете Мне вот такие вот Ролики Не присылать Шестое место Нашего парада Абсурда Отныне Это нормально Вот так катают У нас асфальт Дождь идет А у нас катают Вот тебе дорожная работа Асфальт будет отличный Через пару часов Он разлетится Примечательно Что многие Прекрасно понимают Зачем такое разрешение Выдал автодор Нет Вот вы Например Неправильно Подумали Деньги в этой прорве И так бы Кому не ездили Просто теперь Еще и жаловаться На дорожников Станет бесполезно Напротив Чем больше жалоб Поступят от населения Тем больше возможностей Появится у коррупционеров Они ведь теперь Круглосуточно Воровать смогут Круто В дом печали Тьфу В Госдуму Снова возвращаемся Нынешний ее созыв Особо угарный Чудак на чудаке И чудаком погоняет Соответственно И инициативы законодательные У этих народных избранников Одна бредове другой На этот раз Отличился Ни Милонов Нет Ни Мизулина И даже Ни Поклонская Некто Сергей Вострецов Член партии Реальных дел В прошлом Профсоюзный деятель Так чем Отличился То мужчина А дело в том Что предложил Данный член Лишать людей А россиян Родительских прав В случаях Если их Несовершеннолетние дети Будут замечены Вот прям цитирую На несанкционированных Акциях протеста Более одного раза Прям так и сказал Если такие папашки И мамашки Не умеют воспитывать Своих детей Пусть этим займутся Органы опеки Кстати Мне вот интересно А вы бы Какому из двух Ой Отдали предпочтение Чтобы ваш ребенок На митинги ходил Пусть даже На митинги Навального Пусть даже Политик Лидер И борец Наш президент Страну поднял Россию Путин Не предал Нет Я совсем не против Того Что у нашего президента Есть сторонники Что есть люди Которые им Восхищаются Но мне кажется Меру О всем надо знать Потому что Чрезмерное восхищение Уже сикстанством Начинает попахивать Как и чрезмерное Лизоблюдство Кстати Это уже в сторону Камрада Вострецова Реплика И кстати Господа Единороссы Объясните Уже кто-нибудь Вашему коллеге Невежде Что такого понятия Как несанкционированная Акция протеста В российском законодательстве Не существует Согласно 54-му ФЗ Митинги шествия В нашей стране Носят чисто Уведомительный характер И про возраст Участников Там К слову Тоже ничего Не сказано Поэтому Кого он там Прав родительских Лишать собрался Вот правду говорят Иногда действительно Лучше промолчать Чтобы выглядеть умнее Следующий больной Слушайте А вот тому Что покажу дальше Я долго подбирал Определение Так и не подобрал Это не то Чтобы событие Вернее Даже не событие Вовсе Но по своей абсурдности Данное явление Во Придумал Даст фору Любым отрядом Путина и нодом Речь идет о том Как сработали Мои коллеги Сотрудники Телекомпании Первый канал На прошлой неделе Когда подводили Окончательные итоги Выборов Губернатора Хакасии В день Когда избранный Глава региона Коновалов Вступал в должность Честное слово Журналисты Пропагандисты Даже самых Неадекватных Депутатов Из Госдумы Переплюнули Они сняли сюжет И показали его Между прочим На весь мир Никогда не поверите О чем Не о республике И не о проблемах Этой республике Не о гражданах Этой республике Или ее будущем Руководителей И даже не о возможных Перспективах Развития региона А о человеке Который временно Исполнял обязанности Губернатора Хакасии На протяжении Всего лишь Одного месяца И что удалось Изменить за последние Несколько недель За то короткое время Что временно руководил Назначенный президентом Михаил Развожаев Директор школы Оксана Камоликова В своем кабинете Даже не закрывает окно А в классах И спортивном зале Ученики могут заниматься В легкой одежде После приезда в Рио Решился один из самых Наболевших вопросов В начале октября В Какасии Временно исполняющем Обязанности губернатора Владимир Путин Назначил Михаила Развожаева После того Как тогда еще Действующий глава Виктор Зимин Снял свою кандидатуру С выборов Я понимаю Что нас привыкли Держать за быдло Я понимаю Что нас Наши слуги Настолько не уважают Что готовы Скармливать нам Через телевизор Любые помои Но Взываю сейчас К вашему здравому смыслу Представьте себе Что завтра с утра Каждого из вас Назначат Руководителем Того предприятия На котором вы Сейчас трудитесь Как скоро Вы сможете Стать эффективным Управленцем Сможете ли вы За один месяц Изменить Вверенное вам Предприятие До неузнаваемости И вывести его В лидеры Ну хотя бы В вашем холдинге Да вы дела Только месяц Принимать будете И вникать Во все Тонкости Управленческой политики Несмотря на то Что вы уже Являетесь сотрудником Данной структуры И кое-что О ней знаете А тут Человека со стороны Прислали И отнюдь Не директором ООО Работать Речь идет Об огромном регионе И он За пять Недель Все разрулил Слушайте Ну тут Только одно Остается Заявку В Нобелевский Комитет Подать Ну и Звезду Героя Господину Развожаеву Столыпин Нашего времени Впереди Тройка лидеров И обещаю Будет жарко Погнали А на востоке По серьезному Запахло Жареным Между делом Китайцы Окрыленные тем Что им сперва Разрешили Потихонечку Спиливать Сибирскую тайгу Затем Байкал Благословили Можно сказать Подарили Они сейчас Воду из его линзы Разливают И продают Санатории На побережье Строя Так вот Дождались Мы господа Настал наконец Тот счастливый момент Когда китаец Почувствовал себя У нас дома Полноправным Хозяином И вот теперь Без сарказма В Поднебесной Сегодня разворачивается Настоящая информационная Война Против Нас с вами Через СМИ Тамошнему населению Начали Активно промывать Мозги на предмет Что вообще-то Сибирь Это искомно Китайская территория Мол когда-то Она была Под татаро-монголами Которые Считаются Предками Сегодняшних Наследников Великой Стены Дальше Продолжать Или сами Мысль закончите Впрочем Федеральные СМИ Вам ничего Об этом не расскажут Там же Картина Другая Абсолютно Русские С китайцем Братья Навек Третье место Для братьев Не жалко Вырубка Нет Нет господа Не всем Готовясь К сегодняшнему эфиру Я тщательно Искал Хоть что-нибудь По данной тематике В исполнении Центральных СМИ Реально Полтора репортажа Нашел И то Столетней давности Об этом Лишь блогеры В Рунете Говорят Да небольшая горстка Мелких региональных Смешников И общественных Деятелей Все Как будто Проблема Отсутствует В принципе Но в интернете Это шумят А интернет Это уже существенно Возразит Мне кто-то Парирует Знаете сколько В России В данный момент Народу пользуются Интернетом 83-85 миллионов Человек По разным данным Чуть больше Половины населения Треть Можно смело Отметать Это дети И подростки Еще примерно Столько же Пенсионеры И чики С пацанчиками Скажем так Которые В сеть ходят Точно не за Серьезной информацией Ну и что там Остается-то За вычетом Ура патриотов Вечные 2% Дерьма В Саратовскую область Вас приглашаю Господа Слушайте Я вас сейчас На самом деле Шокирую С подобного рода Абсурдом Сам столкнулся Впервые Видел всякое Показывал Всякое Но тут Помните Как любил Говорить сатирик Задорнов Наберите Побольше воздуха В груди Так Один из чиновников Региона Убрал Мусорную свалку Внимание Посредством Фотошопа Рассказываю Прислали этому чиновнику Активисты Одного из общественных Движений Жалобу Мол В лесопарковой Зоне образовалась Стихийная Помойка Вы бы приняли Меры Что ли Фотографии Даже приложили Ага Знаете Что сделал Слуга народа Загнал Те фотографии В компьютерную Программу Почистил На них Лишнее И опубликовал Все это дело В интернете Типа Кто молодец Я молодец Сразу скажу Как только Об этом Стало известно Общественности Новая газета Раскопала данную Историю Чиновника Того тут же Уволили И вот теперь Еще более Абсурдный Фактик Вам подкину А знаете Что именно Возмутило Губернатора Радаева Нет Не то Что его Подчиненный Попытался Всех Обмануть Человек В сеть Все это дело Выложил Потому что Вот оно Что неправильно Чего я удивляюсь Госслужащие В Саратовской Области Одни из самых Пришивленных По-моему Вот так Например Тамошние Единороссы Отреагировали На скандал Что разразился После эпохального Выступления Их коллеги Из Екатеринбурга Фрау Гладских Ну Которое Государство Вам ничего Не должно Внимание Как вы считаете Что государство Должно своему народу Государство народу Народ должен государству А не народу государству Но если народ будет Давать государству Тогда и государство Крепким будет А что оно должно Государству народу Народ должен думать О государстве Народ должен думать О себе И как будет жить народ И как он считает Как надо жить Такое будет и государство У нас Великой Державе 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 В соцсети ко мне тоже добро пожаловать Там тоже масса поводов При задуматься в друзья добавляйте С темы предлагайте Под ними мы обсудим А я за всем спешу откланяться Все пока Пока Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok